Ну, а это, знаете что? Это театр. Да, театр. Так, с чего начать, господи, прям даже не знаю. С этого дома? Нет. Давайте лучше начнем с театра. Начнем с театра. Идемте. Почитаем. Вот. Петровский переулок, дом 3. Так, это русский драматический театр Корша. Конец 19-го, начало 19-го века, архитектор Чичагов. Здесь в 1885-1932 годах работали артисты Кторов, Москвин, Яблочкина и другие. Вот почему-то у меня что-то такое всплывает. Опять, сейчас не скажу, что вы не уверены в себе, вы говорите не так, как надо. Но у меня всплывает в памяти что-то, связанное с Есениным вот здесь. Вот я не знаю, что. Ну, я на самом деле не буду лучше говорить, чтобы не обманывать людей. Так. Сейчас я вам тут, конечно, покажу. Тереморт прям такой. А вот это, что-то туда можно, наверное, зайти, там кафе. Может быть, и лестницу можно увидеть. Смотрите, как явно надстроен над этим зданием, надстроен один этаж. Видите, как заметно, что здание было двухэтажным. Сейчас попробую. Что-то у меня пропала моя смелость и отвага. А, это не кафе, это салон красоты. Вот, видите, такая лестница здесь. Дальше не пойду, дальше салон. Вот, смотрела. Сейчас здесь Театр наций. А это дом Терентьева. Дом Терентьева. Так, с флигелем. А вот дальше дом работников НТВД. Смотрите, какой здесь красивый. Ой, какой красивый здесь козырек. Сейчас покажу. Очень красивый козырек. Сейчас я туда пройду. Вам покажу. Ажурный. Красивый. Вообще дом красивый. Смотрите, какая красота. Как мы ходим по улицам и не замечаем эту красоту. Тут тоже на лестнице красивая. Так, ну, значит, сейчас здесь Театр наций располагается. Трактир там какой-то. Так, дом работников НТВД. Что же здесь связано с Есениным? Мне кажется, здесь где-то то ли какой-то барельеф. Что-то связано здесь с Есениным. Я сейчас все равно найду. Пусть мне потом говорят, что я уверена, не уверена. Вот на этом, может быть, здании, которое сейчас в лесах. Ну, точно, что-то здесь связано было с Есениным. Сейчас я найду. К сожалению, всего не упомнишь. Я уже говорила. Здесь тоже такой красивый ажурный. Козыречек. Прямо очень красивая. Смотрите, с фонариком. Не знаю, старый или современный. Так. И вот красивый козыречек. И вот прямо улица целая, вся в козыречках. Вот на этом доме что-то, значит, было. Сейчас, сейчас, сейчас я. Так, театр. Театр нации. Театр нации. Сейчас, минуту. Тут два дома одинаковые. Что-то я это... Красивая решетка, ограда. Смотрите, вот этот дом и вот этот дом. Они же одинаковые. Ну, по крайней мере, похожи. Так. Сейчас. Сейчас, сейчас. А, вот. Сейчас почитаю. Дом. Доходный дом Пахрушина. 1796 год. Здесь в разные годы жили и работали поэты. Есенин. Марин Гофф. Актеры Бабанова. Орлов. Зарожевский. И пианист. И гумнов. Ну, вот. Вот. Вот он, Есенин. Барилев. Все точно. Все, как я и говорила. Все здесь написано. В этом доме с 1928 года по 1923 год жил и работал выдающийся советский поэт Сергей Александрович Есенин. Вот потом не пишите мне, уважаемые гражданки, женщины, девушки, что я не уверена о чем-то говорю. Да, не уверена. Но потом на проверку это оказывается... Я лучше скажу неуверенно, чем я буду уверенно вещать что-то такое, и потом это окажется не так. Понимаете, я считаю, что лучше сомневаться, усомниться и уточнить. Я всегда считаю, что лучше усомниться и уточнить, чем вещать вот так вот уверенно. И потом получается обман. Бабанова здесь артриса жила. Так. А, вот дом работников НКВД. Значит, тот был дом Бахрушина, доходный дом. А вот это дом работников НКВД. И как раз этот монастырь в Сокопетровске. Все рядышком. Правильно. Все рядышком. Вот. Дома, наверное, оба дома похрушены. Ну, потому что они просто одинаковые. А это дом работников НКВД. Здесь мне тоже кажется, что какие-то доски были. Может быть, я ошибаюсь. Я, наверное, путаю с домом артистов. Где-то еще в каком-то переулке тоже. Здесь этих переулков, они все параллельные. И был дом... Ну, там жило много артистов. Так. Так. Это что? Лестница. Там тоже лестница. Так. Ну, вот мы с вами вышли к Мусакопетровскому монастырю. По Петровке мы не пойдем, потому что я уже по ней ходила даже не знаю уже сколько раз. Такой фонарь красивый. Вот. И мы с вами сейчас вернемся опять на Дмитровку. И пойдем по Дмитровке. Мы с вами вышли почти уже вот туда, театр Станиславского. Я не помню, говорила ли я вам что-то, театр Станиславского. Вот. И сейчас пойдем по Большой Дмитровке дальше. Какая у нас с вами будет сегодня прогулка. Ну, как хорошо, что я сегодня свернула сюда, потому что я очень хотела увидеть эту собаку вблизи. Прям вот очень хотела. Говорю, я здесь уже была, я снимала, но через решетку. Снимала через решетку, мне очень хотелось. Я давно на этот памятник смотрю, давно о нем знаю и давно хотела туда зайти и поснимать его. Надо же, послучайно получилось. Когда меньше всего ожидаешь. Когда планируешь, то и ничего у тебя не получается. Так, там какие-то еще, по-моему, скульптуры были, но сейчас уже не буду я там бродить. Потому что начнет темнеть скоро. Так. Ну вот. Мы с вами вышли опять. Красиво здесь ворота вообще. Вообще в этом переулке ворота. И козырьки над дверью просто сказочные. И балкон, смотрите, какой красивый. Все такое кованое. Здесь вся ограда такая красивая. Так, выходим на Большую Дмитровску. Сейчас пойдем в сторону Кузнецкого моста по ней. Так. Тоже такой балкончик красивый. И дверь. Что-то туда прям зайти можно? Нет, я не успела за девушкой зайти. Жаль. Там только по вызову. Ну, в смысле, запускать надо было нажать правота. Смотрите, какая там лестница красивая. Ну, что делать? Ладно. Не успела, значит, не успела. Так. Мы с вами вышли на Большую Дмитровску. И... О, смотрите, здесь полиция. Все там написано. Все написано. Кто-то здесь жил. Это Шарпенко. Сотрудник милиции. О, Господи. Нет, это явно не для меня все. Я лучше, как-то, по таким вот объектам. Угу. Так. Ой. Чуть стало холодать. Только я сказала, что хорошая порода. Опять одиночный пикет. Это, наверное, опять за воссоединение, восстановление СССР. Наверное. Потому что такие пикеты в многих местах. Стоят. Не знаю, за что. Не буду сейчас утверждать. Но я где-то... Да, это он и есть. Где-то я видела в интернете, что как раз... Вот он же стоял с этой же фотографии президента. И собирал подписи. Сколько там надо собрать миллионов за восстановление СССР. Так. Ну и вот стоит же. Холодно. Он стоит. А вы знаете, по-моему, вот здесь вот дом, где жили артисты. По-моему, вот в этом переулке. Сейчас я... Точно. Вот здесь. Наверное. Нет, если я туда не пойду. Если я туда не пойду, я сегодня уже решила идти. Вы знаете, вот когда начинаешь вот так гулять, да, в свободном режиме, то все время хочется вот налево повернуть. И вот туда еще повернуть. И вот туда повернуть. Все время отлоняешься от маршрута. А на самом деле очень много интересных мест. Но иначе это будет бесконечно. Это я буду здесь сейчас ходить до самой-самой темноты. И опять ничего не успею сделать. И опять ничего. Сегодня как бы домашние дела какие-то мне там уже натопились. Потому что я все время где-то бегаю. И таким образом надо четко знать, куда я иду, зачем я иду. Всегда должна быть цель. Вот у меня сегодня эта цель была. Это дом козийский. Ну, в Татистском период и дом Лобковой. Вот. Ну и как бы попутно уже потом я решила просто прогуляться. А сейчас у меня тоже есть цель. Еще одна выставка. Я не знаю, успею ли я сегодня до нее дойти, до этой второй цели. Может быть, и успею. Сейчас я посмотрю, как пойдет. Ну, конечно. Машины всегда так передо мной выезжают, заезжают. Так, мы с вами дошли уже до мэрии Москвы. За этот дом, оказывается, на реставрации. Не знала. Ну и... Наверное, есть смысл все-таки мне сейчас дойти туда, куда я шла. Я не останавливаюсь на полпути никогда. Поэтому я сейчас дойду до своей второй сегодняшней цели. И буду считать, что сегодня моя работа выполнена. Доходный дом Моздиных. То есть, где тут 11-й год. Архитектор Розенкамп. Большой архитектор и дом 20. В этом доме по-устовски писал мещерские рассказы Фраерман, Дитую Соботу Динго и Липой Соботу Первой Любви. Вот. Сейчас я вам этот дом покажу. Это уже угол Большой Дмитровки и Столешникова переулка. Надо же. Я думала, новый дом. Кто бы мог подумать. Да? Вот так вот. Идешь, идешь. Раз. Дом какой-то исторический. А теперь здесь Прада. Смотрите-ка. А здесь по-устовски писал. Вот так вот. Так. Ну, а мы идем дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...